Блин, это вообще, это вообще просто совсем другой трек. Просто совсем другой. Я в шоке, честно. Вот это да, вот это да! Нужно в следующем заезде сейчас добавлять еще угол наклона хороший. Вот, ну и не ссать, наверное. Не, ну здесь вообще, здесь вот просто. Я сейчас нашла съемка, передо мной очень жестко прям выбрался один парень, не ссать, поймал. У меня, думал, камера снимает, но по итогу третий заезд я не снимал. Казалось, батарейка все кончилась. Вот, так что осталось только со стороны вот оператора за снятие от кадра. Всем привет! Мотозак, как всегда, на связи. Сразу хочу поблагодарить ребят и, возможно, девчонок, которые подписались после моего крайнего видео и сказать вам большое спасибо. Надеюсь, дальше будет только круче и интереснее для вас. Ну а сегодня настал тот день Икс и мы посмотрим, чем же все-таки закончилась гонка и какая была борьба в течение этого заезда. Сейчас сначала сделаю буквально короткий ролик про квалификацию. Быстро поделюсь своим мнением и впечатлениями, а затем уже перейдем к самой гонке. Субтитры сделал DimaTorzok Много экшена показать вам не удается, потому что на трассе показали красный флаг из-за падения Екатерины Колпаковой, но красный флаг я заметил уже после того, как проехал старт-финиш и съезд спитлейн. Поэтому я остановился и спросил у маршала, стоит ли мне доезжать круг как положено, на что он мне ответил, что надо продолжать движение дальше. В пути я увидел эвакуаторщиков, которые как раз ехали забирать мотоцикл Екатерины и каким-то магическим образом они умудрились потерять трап с прицепом. Вот и прошли тренировочные заезды, проехал квалификацию. Сегодня прям под конец еще послушал более внимательно свои ошибки, постарался все-таки их исправлять, как-то корректировать. И на квалификации я выдал сегодня лучшее время, лучшее свое время, минута 46. К сожалению, я все равно второй с конца, стабильно, в течение дня. Ну, ничего страшного, это же только начало, дальше будет больше и интереснее. Так что впереди гоночный заезд, посмотрим. Так, а еще я, блин, сломал крепление на шлеме, когда поправлял его. И теперь, не знаю, поставил по-другому, посмотрим, сейчас сниму с головы. До этого вообще классно была расположена камера. Но сзади я поставил 360 камеру, поэтому все равно кадры красивые должны быть. Соревнования, сегодня заезд, трехсоток. Все встают по рангам способностей. Захар сегодня участвует первый раз. Очень хочется, чтобы он доехал. Все сделал грамотно. Победа по-любому будет в скором времени, потому что он очень старается, надеется на это. А сегодня ему надо просто пройти этот участок, участвовать и порадовать нас. Победа по-любому будет в скором времени. Считаю, что старт у меня выдался вообще просто феноменальным. И я очень хорошо пробился вперед. И когда у меня получилось сделать это, я просто не мог поверить и думал, да ну нафиг, как так получилось? Неужели у меня все-таки получится побороться за призовое место? И пока лидеры сильно не успели оторваться от меня, я старался ориентироваться на них и сохранять темп, как это максимально возможно. И сразу же видно, что первый мой соперник это КТМ-четырехсоток. В принципе, вот здесь видно, что в дубе я даже очень неплохо ехал и КТМ меня не догонял. Ну вот с этим поворотом на 180 градусов мне так и не удалось подружиться. Как видно, здесь я и проигрываю позицию из-за того, что мне не хватает угловой скорости, потому что плохой наклон мотоцикла. И к тому же я немножко вплил с торможением и входил в поворот широко. Этим же сразу воспользовались мои соперники и у них было лучшее преимущество, потому что они раньше начали открываться. А вот здесь очень интересный момент с борьбой, где 89 номер на четырехсотке, благодаря отличному преимуществу своего двигателя, просто вырывает большое количество позиций на прямой. Но немного не рассчитывается скоростью и торможение уже было слишком поздно. И вот после поворота он снова пытается атаковать уже меня, но я боролся до конца и не собирался рано тормозить, а постараться сохранить темп. И из-за этого я, скорее всего, помешал 89 номеру и у него нарушилась траектория. И постарался воспользоваться этим моментом, вернув себе позицию обратно. Для меня это было очень впечатляюще и придавало все большее азарт. На тот момент даже было совсем непонятно, что это всего лишь второй круг. И вот постепенно за счет быстрых перекладок и в дуге мне удается немножко оторваться от противника. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот когда уже 89 номер меня обошел, грубо говоря, перестал блокировать других соперников, ко мне начали подбираться и другие участники. Под номером 619 где эта девушка и она едет очень круто. Я даже был удивлен, почему она ехала сзади нас. Но старт не задался и поэтому, грубо говоря, она попала в пробку. А так, я думаю, она могла бы занять позицию и намного выше. И здесь, когда я уже увидел внутри повороты, то, естественно, не стал бодаться и прочее, потому что не хотелось заканчивать гонку на этом месте. И снова мой любимый поворот, на котором я опять же ошибаюсь и отдаю позицию. Так как выносит меня широко, открытие позднее, а у соперника более раннее. Теперь следующий на очереди мой сокомандный Дмитрий, который поопытнее меня на этом треке. И здесь немножко у меня с ним получилось, так сказать, побороться немножко побольше. Но я думаю, это просто, наверное, он аккуратничал и не хотел допускать ошибок, как и я. Но его аккуратный обгон я покажу чуть позже, а пока давайте переключимся на операторскую съемку и посмотрим интересные моменты других участников соревнований. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Но это опыт, хоть и немножко не совсем тот, который я ожидал и хотелось бы, но все равно зато есть к чему стремиться и куда расти дальше. И теперь еще поделюсь маленьким кусочком своими впечатлениями, радостью после самой гонки. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Дэн Сморел говорит, молодец для начала. Красавчик, да. Класс на треке, да? Это фигня будет. Вообще, фигня. Фигня, да? Да, вообще. Здесь реально, не думаешь только о дороге. Да, и где нажать на торм. Ни какие-то пешеходы, ни какие такси, блядь, что-то бесплатные. Класс. Да. Продолжение следует...